Есть сады? У меня есть сады. Может, вы по чужой едете? Ну да, по чужой едете. Остановка платформа «Воронок». Пассажиры торопятся на утреннюю электричку. Но тем, кто ехал на автобусе без билета, пришлось задержаться. Им сотрудники административно-пассажирской инспекции не без оснований выписали штраф. В Щелкове прошел рейд по выявлению безбилетных пассажиров и водителей, которые не выдают проездные билеты. Давай вот это вот. Ловить зайцев в автобусах средней и большой вместимости инспекторам помогали сотрудники ДПС ГИБДД и транспортной полиции, у которых, кстати, в тот день был профессиональный праздник. Нарушения есть, выявляются. Бывает, не выдают билеты, бывает, попадаются безбилетные пассажиры. Которых приходится наказывать в административном порядке. Если за безбилетный проезд это в размере 1000 рублей, если это водитель, который не выдал билеты, то он несет в размере 2000 рублей. Круг нарушителей тот же. Иностранные граждане, которые приехали в город на заработки, студенты и те, кто в толпе любит прокатиться за так. Но им на этот раз не удалось уйти от ответственности. Даже в часть пик нужно не забыть и оплатить проезд на терминале. Сделать это можно карты стрелкой, тройкой. Но если у вас есть наличные, нужно обязательно взять билет. У водителя иначе ждет штраф. Билеты беру, конечно. Было такое, что не успевали и попадали на штраф? Бывало такое? Нет, не было. У меня карта стрелка для этого есть. А без билетов ездили, признаете? Нет. Нет, я честная. Те, кто пользуются автобусами и электричками, оценили преимущества транспортных карт. Во-первых, проезд по ним процентов на 30 дешевле. Во-вторых, оплата проходит быстро. Достаточно одного прикосновения к валидатору. И проход в салон открыт. В-третьих, безопасно. Не нужно при посторонних на ходу пересчитывать деньги. Проверили в тот день пассажиров и на соблюдении масочного режима. Тем, кто собирался войти в автобус без защиты, волонтеры предлагали взять в дорогу. Маски. Михаил Налетов, Игорь Поляков. Щелковское телевидение.